Всем привет, я продолжаю проходить Oblivion. В предыдущем эпизоде мы получили рекомендации гильдии магов в Скинграде. Сейчас я восстановлю все здоровья. И попытаюсь восполнить запас маны. Так, для этого нам нужно попасть в храм. Где у нас храм? Не вижу. Вон он. Кажется. Да. Сохранимся. Сейчас мы спустились в подвал храма. Здесь живут призраки. Нам нужно подманить одного из них. Призрак нас спалил. И сейчас он будет бить нас холодом. Что-то он тупит. Призрак тупит. Обычное оружие не действует. А вот поглощение маны. Поглощение заклинания, вернее, работает. Таким образом, что мы с помощью этого призрака восполним весь свой запас маны. А на тот случай, если заклинание все-таки сработает, у нас есть лечение. Таким образом, мы будем восполнять свой запас маны и одновременно лечиться, прокачивая таким образом свой навык восстановления. Что-то он какой-то сонный призрак. Не хочет атаковать. Или мана у него не хватает тоже. Во. Там вот еще один, я смотрю, тусуется. Ну. Призрак тупит. Безбожно. Возможно, просто это потому, что у нас низкий уровень. И призраки слабы. У них мало маны. Видимо, он просто ждет, когда восполнится у него мана. Поэтому так редко атакует. Но это мое предположение. Мы могли бы, конечно, ввязаться в Драху с каким-нибудь магом. Но бегать искать по пещерам я не хочу. А воспользуюсь вот таким вот нехитрым способом. Такой храм есть в каждом городе. В подвале каждого такого храма живут вот такие призраки. За исключением, по-моему, Коррелла. Ух. Потому что там квест имеется. Ну, опять же, это предположение. Ну, давай еще немножко. Задрал. Нам нужно раздобыть где-то серебряный меч. Для того, чтобы можно было отбиваться от таких призраков. Потому что сейчас, кроме магии, нам его долбануть нечем. Ну, еще раз давай. Не тупи. Все. Надоел ты мне. Ухожу я от тебя. Сохранимся. И наш путь лежит в следующий город. Следующий город у нас будет Коррелл. Скоро ли ночь? Так. Это основной квест. По основному квесту я пока не буду продвигаться. Сейчас мы зайдем в гильдию магов. Посмотрим, что там можно украсть. Камни душ. Есть. Здесь. Заперто. Так. А где у них подвал? На. Вот же. Здесь довольно много барахла. , да. Тихо. Здесь наполовkin. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и все, пожалуй. Так. Что здесь еще есть? Тут спит какой-то тип. Не знаю, как он отреагирует наше воровство, поэтому сохранюсь. Ага, а вот это уже чей-то сундук. Ну ладно. Подождем до утра. Так, и найдем здесь алхимика. До свидания. Как дела? Прошу прощи. Да, вот кстати про корень нирна. Хорошо, я в тупися. Блин, в Синскенград надо. Протупил, я забыл совсем. Принесла, ты не найдешь лучших цен. Стоп. У него неплохое отношение к нам, поэтому можно с ним поторговаться. Так, обнаружение жизни тоже продам. Ночное зрение продам. Отраву эту чертям. Эль. Так. Для кого две сто? Я уважаю твой... Сохранимся. Рад познакомиться с тобой. Могу я заинтересовать тебя своим... Ну, тут есть заклинание вызова. Ну, нам пока что... Особо... Может пригодиться, пожалуй, только вот это заклинание, но навык у меня не раскачан. Навык не раскачан. К сожалению. Пока. Нам нужен глава гильдии. Что-то я его не наблюдаю. Это Зачарователь. Итак. Так, мы попробуем. Как всё согласиться, ребят? Спасибо. Ну, твою Genau. Подписывайтесь на меня. Так вот. Продолжение следует... 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 Вот мы и пришли, почти пришли. Атлетика, акробатика это хорошо, рано я порадовался еще, на горочку надо залезть, вот облачная вершина, ее-то нам и надо. Тут лежит тело, обгоревшее, в нем книжка, в общем-то и все, можно телепортироваться обратно в город. Я отдам книжку главе гильдии, поскольку мне нужны рекомендации. Вот он. Он пошел прятать книжку в свою комнату, это та, которую мы вскрывали, мы в любое время можем ее оттуда забрать. Давайте сходим к местному оружейнику, посмотрим, что там продают. Сохранимся. Железные. Железные мне не нужны. К сожалению. До свидания. А здесь таверна, я так понимаю. Нет, таверна мне не нужна. Так, не сегодня. Северно в Тава. Давай займемся делом. Да. Тоже нет. Что ж, ничего не остается, как идти в следующий город. В Бруму. Это такой северный город. И вот здесь уже мы увидим снег. Кстати, вот в этом городе я довольно успешно качал акробатику. Следующим образом. Вот имеется лестница. И такие вот, видим, как бы, город стоит лесенкой. И с этих уступов очень удобно прыгать. Для того, чтобы раскачать акробатику. Правда, повреждается здоровье. Ну, вот мы видим, что акробатика качается довольно успешно. Это такой маньяшкинский способ. Но я отправлюсь к гильдию магов все равно. Заморачиваться с ними я не буду. Даже стоя на месте, в прыжке можно раскачать неплохо акробатику. Просто это займет очень много времени. А здесь есть возможность потренироваться. Вот эта магичка призывает скампов до тренировки своей. Мы можем их атаковать, качая свои навыки тоже. Есть еще одно место, где можно неплохо прокачаться на скампах. Чуть позже я его покажу. Только здесь нужно аккуратно, чтобы никого не задеть. Из мирных жителей. Скампы эти хороши тем, что они атакуют в ответ. Практически. Но у нее, видимо, кончилась мана. Сохранимся. Это глава гильдии, давайте с ней поговорим. Нам нужны рекомендации. В обмен на рекомендации она просит найти некого же Скара. Здесь небольшая интрига имеется. Дело в том, что вот эта женщина, хоть и является главой местного отделения гильдии, но местные члены гильдии ее не любят, потому что она слабо разбирается в магии. А вот и же Скар. Он в качестве невидимки бродит здесь по нижнему этажу. Но пока что он нам ничего путнего не скажет. Нам нужно поговорить с этим типом. И, значит, вот эти вот товарищи решили разыграть главу гильдии, превратив, вернее, использовав на же Скаре в заклинание невидимости. Ну и поскольку она в магии не разбирается, то не может его найти. Но в обмен на информацию они предлагают обокрасть главу гильдии и даже дали нам заклинание. Нам нужно вот эту книжку взять. По-моему. Да. С книжкой нужно вернуться обратно в подвал. И предлагаю встретиться после десяти вечера. Давайте так и сделаем. Придется подождать. Сейчас у нас шесть часов. Опять я путаюсь. Утро-вечер. Ну, вроде правильно я все сделал. Вот он. Найдешь же... Просто? Появился же Скар. Привет! Да, это... В общем, он говорит, что шутка была удачной, но им уже надоело. И мы теперь можем пойти за рекомендациями. Видимо, придется ее разбудить. Она уже дрыхнет. Как идут поиски. Тебе удалось... Извини меня. Мне как... Твоя часть сделки вып... И не забывай об... Все. Рекомендация она нам даст. Здесь мы квест выполнили. Книжки попадали. В общем-то, на этом я, наверное, эпизод закончу. Спасибо всем за внимание. Всем пока.